Вот он! Вот он! Сидит! 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 Слушай, ух ты чёрт! Ничего себе силища, а! Акулы, приплывите! Всем привет, это опять я. В этот раз морская рыбалка. В этот раз вышел поискать тунца или лакедру. Уже ходил 4 раза. Первый раз просто ноль. Вторые 2 раза была только лакедра. Она котлила, но не клевала. Первый день лакедровый котлов 20 увидели. Но котёл это когда вода как бы закипает от всплесков рыбы, потому что хищник в этом месте начинает есть малька. Первый день вот было котлов 20, в котлов 5 получилось кинуть. Прям кидали нормально в рыбу, но не клевало бывает. Второй лакедровый день, то есть это год третий, за весь день только один единственный котёл. То есть весь день мы просто катались по морю, просто ждали. В обед увидели один единственный лакедровый котёл. Он был большой, крупный и дал нам даже время для двух забросов. То есть два заброса в котёл это много. Обычно она пугается мотора, расшугивается, и у тебя есть только один заброс. По два раза закинули, рыба бегала прямо возле лодки, было видно, что лакедра не клюнула. И четвёртый день, всё-таки напоролись на тунца, лакедры вообще не видели. Весь день там-сям прыгал, скакал тунец. То группами котлил, то одиночки скакали, прыгали. У меня была одна тунцовая поклёвка, я его не просёк нормально, и он сошёл. Дело в том, что тунца нужно хорошо просечь, он очень костяной. Я бросил... Сейчас вот ощущение как будто всплеснулось. Я бросил прямо во всплески, и захлопываю дужку катушки, и в этот момент понимаю, что рыба уже съела приманку на падении. Фрикцион был слабый, и пока я его подтягивал, он вот разматывает фрикцион, я подтягиваю, чтобы подсечь, и в этот момент он сходит. Ну ладно, посмотрим, что сегодняшний день нам преподнесёт. Только утро, я собрался, вышел. Сейчас посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот бросил тунцу под нос. Он жрать не захотел, хотя там, где шла приманка, тени под водой я видел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чёрт, чуть-чуть не докинул. Вот он, вот он, сидит, 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 зараза, сидит. Ох ты. Чё ты, этот что, сошёл, сошёл что ли? Ё-моё, что такое? Или на меня бежит? Да, на меня бежал, на меня. Красавчик мой! Это за сегодня четвёртый всего лишь котёл. Один не доехал, в два бросал, не попал по рыбе. Ну, точнее так, по рыбе попал, съесть не захотела. Это четвёртый котёл. Это четвёртый котёл. Ну, вот когда он на меня побежал, я вот почувствовал слабину, я уже думал, всё, проворонил рыбу. Хорош! Хорош, зараза! Что-то ему не понравилось определённо. Всё. Ну, судя по шнуру, по цвету, за раз он смотал чуть больше 10 метров. Рыбок 10 метров, это хорошо. Это радует. Это вот я какого-нибудь там Таименя живенько уболтал и принял на берег уставшего а может, тунец вообще не устает. Меня сейчас по кругу таскает. Это, к слову, когда ловите крупных рыб, часто в комментариях читаю, что тебя крупная рыба утащит, как старика у Хемингуэя в Старика море. Ну, сами видите, что сейчас делает рыба. Ну, не сказать, что крупная, но нормальная. Она кругом ходит. И так же будет делать, ну, в принципе, любая другая крупная рыба. Ходить кругом. Поэтому ничего тут особенного с поимкой крупняка не произойдет. Ну, подумаешь, потаскает она тебя чуть-чуть, но особенно далеко она не уволочет. У нее нет на это ни малейшего шанса. Да, тунец, видно, что подустал. Видно, что задору в нем осталось немного. А, вот почему кровь идет. У него порвано горло. У него порвано горло, видимо, от тройников. Видимо, он поначалу сидел на обеих тройниках и одним крючком вскрыл себе вскрыл себе колтык. Тем не менее, несмотря на потерю крови, рыба огромная, сильная. И просто так на мякине ее не проведешь. Придется прилагать все мастерство. Сейчас попытаемся, когда он подойдет поближе, сделать ему небольшой надрез. Все. Кровь с рыбы пошла очень густо. С одной стороны, смотрите, как идет, как с поросенка. С одной стороны, это позволит мне взять из воды по сути мертвую рыбу уже, не подвергая себе опасности, то, что она пропорит и меня, и лодку приманкой, крючками от приманки. И, с другой стороны, с этой рыбы так или иначе нужно слить кровь, чтобы мясо было съедобным, чтобы мясо было хорошим. Тунец в этом плане сродни поросенку. Слил кровь, можно кушать. Не слил кровь, а на консервы пускай. О, как, слушайте, до сих пор идет и прям густо так идет, шпарит прям. Акул сейчас приманит. Вот будет весело. Сожрут мне тунца, как опять-таки же у Хюмингуэя, в старике и море. Вот сейчас я эту рыбу еще не достал, а вон, видите, тунцы прыгают еще. То есть можно продолжать рыбачить. То есть рыба, вон она, скачет, скачет рядом. Но пока я эту тушу... О, вот он прыгает. Прыгает. Ох, как котлит, хорошо-то. Бурунит прям вообще прекрасно. Отлично. Прям тунчик играет. Жрет кого-то. Придется как старые добрые времена свешиваться. Да. Знатная дура. Ну нет, здесь не 15 килограмм, конечно же. Здесь здесь все 20 с копейками. О, да. Я сделал это. Я сделал это. Взял. Взял его. Взял. Ну вот тунчик и в лодке. Не прошло и полгода, как говорится. Держался-то просто буквально за кость за какую-то зацепился. Даже в мясе не сидел. Офигеть. Ох, да ёлы-палы. Да, хорошая туша здесь. Ну, 20, наверное, 25. Не знаю. Не знаю, сколько. А тунцы, вон они, котлят. котлят, зараза, вот там вот только что плескались. Ну-ка, желудок. Желудок, желудок почти пустой. В желудке есть какая-то уже переваренные какие-то косточки. а так желудок пуст. Всё переварил, за новым охотился. Причалил я на берег, чтобы сохранить свою добычу. Вот, тунчик, он не влез в термобокс. Это не просто термобокс, это термобокс на 76 литров, то есть большой термобокс. ай-ты, зарази, тут как по дереву стучишь. Любуюсь красивым закатом. Сегодняшний день окончен, пора возвращаться на базу. Может быть, если завтра будет погода, завтра тоже порыбачу. Сегодня я так и остался с одним тунцом. Я его отвез почти сразу на берег, там в надежные руки отдал. Сам вернулся в море, еще гонялся за тунцами. Котлов было много, даже не считал. Огромное количество. Но кидаешь прямо в рыбу не хочет. Один раз кто-то стукнул мою приманку, больше никто не захотел. Так что кроме того одного я ничего не поймал. сказать, что я расстроен вообще нет. Один тунец, даже если это один тунец в неделю, это уже рыбалка просто на 5 с плюсом. Поэтому сегодня закрываем рыбалку, посмотрим, что будет завтра. Новый день на дворе. А у нас новости. Виталий Сергеевич. Ух! У нас новости? У нас новости. У нас новости едут к нам навстречу. Новости. Так, ну-ка, 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 на нас бежит тунец. Да не-не, не уходи, Леха, он глубоко. Он глубоко, не уходи. Ты что? А я переживаю. Нет, не переживай. Виталик, ну это было круто. Это было... Ты кинул в котел? Надо близенько, да? Он так образовался. Прямо близенько, близенько. Виталий, какие у вас эмоции? А материться можно? Нет, никаких эмоций. У Виталия, заметьте, снасть на чавычу. То есть, катушка чавычевая, удочка чавычевая. Но, как видите, весь этот комплект Тунсайму более-менее держит. Хотя и загибает в конкретные углы. А у меня горе. У меня отскочил вот тяжелючий стик, он грамм 70 весит и перерубил мне кончик удочки. Поэтому рыбачу теперь с перерубленным кончиком. Идет где-то уже ну 25 минут прошло точно вываживание. Как видите, у Италии Сергеевича удочка стала метра на полтора короче. Тунец все-таки ее загнул в отрицательный угол. Все-таки смог ее бахнуть. Это было очень неприятно. Но теперь стало сильно проще его вытаскивать. Да, теперь стало гораздо проще с ним бороться. А вот Леха в соседней лодке. У Лехи был сход Тунса. Мы не слышали крик Лехи, но Леха говорит, что орал громко. А Тунец Виталия Сергеевича уже где-то вот тут только что подлодки подлодки. Ох ты, вон там он серебряненький. О, какой красивый. Какой красивый. Просто красавчик. Две серебряненький такой. Чуть-чуть красивее удочки, которая была. Да. Две сломанные удочки на лодку в день это прям перебор. Дороговато. Да, дороговато. Удочка Виталия Сергеевича за двадцатку по-моему. Моя тысяч шестнадцать. А все, вот почему, ребята, тунец. Я его просто поймал уже когда тунец задолбался. Я его поймал рукой в воде и привязал на веревочку. А вторую липгрипом. Да подожди, я пока рта его даже не вижу. И тунец был настолько задолбан, что он даже уже сопротивляться не мог. Слушай, ух ты, чёрт, чёрт, так убирай ноги убирай ноги подожди подожди держи пока держи я сложил нож и открою ну что огонь какой красивый почти час его толкали витасик почти час час эту дуру туда-сюда колошматили а ну мы еще с него правильно слили кровь то есть все сделано прям по фэншую так мой телефон час надо достать и как следует тебя сфоткнуть и прям герою жабры тунца изнутри они вот здесь вот жесткие зубчики такие а все остальное как наждачная бумага прям она костяное но шершавая прям очень очень необычно я еще у рыб вот прям такого костяного и шершавого не видел никогда только у тунца прикормили акул в этом году акул много поэтому может даже кармашки 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 да вот плавник прячется в кармашек когда нужно он из кармашка вылезает вот этот плавник тоже прячется в кармашек когда нужно и в атаку тут еще дело в том что я перед тем как достать тунца сейчас вот лодки каким-то образом то ли утопил то ли потерял свой разделочный нож поэтому мы сейчас все это дело мучаемся делаем лизерманом слава богу лизерман достаточно острый сбрось-брось-брось кровище кровище самое время посмотреть что у этого гаврика в желудке а ты глубоко тут нож засадил ну-ка еще раз проверим до желудок пуст нет ничего в желудке не другая сторона ничего нету желудок девственно пуст акулы при плывите вот он из воды выскакивает зараза что-то что-то прям на него прикрыли черт переборщили конечно надо было чуть заранее тормозить зараза прям перед лодкой у меня еще и перехлестнулась приманка охренеть всякой еще где-то будет ух ты все стоит что что вот так вот вот он вот он вот он вот он вот он вот он да да а это мы шли домой и боря говорит он анастик ну так нечестно у тебя типа есть а у вас есть у меня нету просто развернули лодку и он врезал короче задерживаются еще еще на пару часов а это виталий сергеевич рассказывает жене почему мы задержались опять слушай ну он не тянет как мог как мой первый из чего делаю вывод что он меньше перекинуть в лодку да забросить его в лодку ну в отличие от моего прошлого тунца вот этого ну тащу легче скорее все существенно меньше просто размером я был бы рад этому потому что маленький тунец это маленькие проблемы большой тунец большие проблемы а нам уже пора домой потому что тунца виталий нужно уже определить в термобокс в холод чтоб он не испортился жара нужно его быстро приголубить даже сломанная палка кое-чего может стала еще сильнее да она стала еще сильнее вон сейчас видите с тунца уже шпарит кровь тунец мимо проплывал я его подтащил Виталий Сергеевич его при помощи ножа гарпунировал как ниндзя да как ниндзя поэтому теперь мы просто ждем пока с тунца сольется кровь лишняя да кровь спускать с тунца так или иначе нужно это необходимая процедура для получения нужного качества мяса поэтому мы спокойно ждем пока кровь сольется и и клиент будет окончательно готов сейчас происходит операция кооперация тунец уже сделал помирай надо его поймать за хвост и посадить на удавку во всякий случай он коварный капец тунец рыба коварная дай пять наш гусь духовки сейчас нужно обезопасить лодку от пропарывания снять с него в воде приманку вот такая вот лишнее украшение приманочка небольшая но очень тяжелая как говорит главный судья пала владимира наземцев рыба очень живая все пускай все пускай заставай в фотоаппарат елки-палки черт огонь извиняюсь за неприятное зрелище но вот то что он кушает это японский анчоус называется рыбка очень нежная и жирная если ее поймать живьем вот не удивляюсь что тунец ее ловит но очень вкусная очень вкусная да хорошо так наш обжора наелся вон он а как скачет прыгает зараза обалдеет из воды прямо стиганул огонь вот как вы можете видеть сегодняшний мой тунец доехал до дома до разделки я его еще на воде как помните выпотрошил сейчас буду разделывать вчерашний тунец уже давно разделан и разложен по пакетам и заморожен вот этого я еще не трогал пока вот разобрал тунца получилось четыре крупных куска и хребет с головы видите на хребте много пререзей то есть сработал так немножечко грязновато но это все делается вот так вот снимается ложечкой мяса отколупывается и так просто ммм ясто чуть-чуть кислит но в целом отлично надо своего соуса достать а в качестве блюда если в прошлом своем видео про тунца я показывал сашими и стейк то сейчас будет то что я вообще никогда не пробовал это запеченная голова тунца видите вот жабры она была вот здесь вот такая вот костяная тонкая я ее просто полностью отрезал но как только дошел до частей с мясом прекратил резать оставил все как есть и теперь я просто все тут слегка покраплю маслом посыплю солью и черным перцем и отправлю это дело в духовку наверное минут на 20 не знаю вот вот как раз сейчас и узнаю ну как мне кажется тунец готов во многом это связано с тем что я вижу вот его хрусталик полностью запекся до белого цвета тут уже готов рис и токпоки в остром соусе и вот ко всему этому тунец такая вишенка на торте ну-ка богато богато мясом ну-ка по вкусу обычная хорошая вкусная рыба без каких-то вау-эффектов без каких-то восторгов без чего-то необычного просто хорошая качественная вкусная рыба вот это вот особенно глазная желешечка вкусно капец ну во всяком случае очень люблю ее у киты ммм желешечка бомба ладно всем пока-пока до свидания а кто хочет узнать про снасти смотрите дальше ну и каратенечко о снастях вот моя основная удочка которую я сломал она называется majorcraft cross stage 76 бури что бури это означает лакедра это полутора частник то есть сама удочка вставляется в ручку перерубил ей кончик вот этой вот приманкой приманка очень тяжелая отлетела как топором оттяпала вторая запасная удочка была Maximus Wild Power Z до 35 грамм как видите у нее достаточно мощный толстый комель то есть ну вдруг случись какой-нибудь тунец она бы наверное его сдержала но она была немножко по другое расскажу позже катушка катушка старая добрая катушка под тунсай лакедру это Ecuda Havoc 2 в размере четыре с половиной тысячи и вот для Maximus была взята недорогая китайская катушка Blackside Cerber в размере в размере не помню что-то около четырех тысяч наверное да четыре тысячи но самое главное это буква PG Power Gear то есть тяговая рассчитанная на тягу и там и там намотана плетенка Power Phantom Board Game пятого номера намотана столько сколько вообще влезть смогло ну как видите все сдержало в первый день поклевка была вот на Duo Rough Trail Masa 148 тонущий во второй день поймал на Maria Rerise 130 тоже тонущий во второй день также еще были поклевки на Duo Rough Trail Malis 150 еще кидал Popper Maria Pop Queen 160 за ним вот несмотря на то что прям в буруны в котлы кидал за ним даже никто не бегал а вот палочка полегче была вот для этих приманок дело в том что когда несколько дней назад котлила лакедра я котлящие лакедры кидал большие приманки и она их не ела поэтому я специально взял удочку полегче попроще и к ней маленькие приманки в надежде на то что если будет игнор чего-то крупного я кину малявок и это пройдет успешно в качестве шок-лидера использовал нейлоновую леску это по-моему 0,8 и обязательно в комплекте пассатижи с зубом на конце чтобы менять приманки потому что вот здесь это вот показано как это выглядело то есть если мне нужно менять приманку которая у меня здесь пристегнута я просто пассатижами разжимаю заводное кольцо и меняю приманку на другую никаких застежек ничего прочего ну в принципе по снастям все